Здравствуйте, дорогие друзья! С вами библейский портал Экзегет, священник Стахик Латвин, и сегодня мы разберем один единственный стих из Священного Писания. Каждое слово, которое сказал нам Христос, которое Духом Святым Апостолом нам возвестили и сохранили, оно важно для нашего спасения. И порой даже мы, вникая в текст Священного Писания, можем что-то упустить из виду. И поэтому очень важно не только прочесть главу, не только разобрать толкование и даже посмотреть какое-то толкование в интернете, видеоролик на нашем портале, но все-таки очень важно каждому Слову Божию внимать, чтобы ничего не упустить, потому что в деле спасения души мелочей не бывает. И сегодня хотелось бы обратить внимание на третью главу Евангелия от Марка и посмотреть второй стих. Прочтем его. «И наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его?» Как всегда при разборе стиха все равно деваться некуда, и контекст нам очень важен. Кто наблюдает? За кем наблюдает? Кого исцелить? Речь идет об исцелении сухорукового человека. Сухорукий, если говорить современным языком, то есть у человека, у которого парализованная безжизненная рука. То есть у него паралич не всего тела, помним, расслабленная, а вот действительно паралич одной руки, что в ней не циркулируется как-то жидкости, и вот кровь, лимфа и, самое главное, нервная система не очень эту руку контролирует. И все знают, что Господь чудеса творит, и ждут, что он исцелит. И Господь, более того, исцелит этого человека, и он его исцеляет в субботу. Тоже вспомним, почему, при чем тут суббота. Суббота — ветхозаветный день, седьмой день. У нас у людей, которые живем уже все-таки после большевистского переворота и его последствий столетних, уже у нас некоторая привычка, что седьмой день — это якобы воскресенье. Нет, конечно, седьмой день — это суббота. И, в принципе, если кто пользуется какими-то зарубежными сайтами, покупает авиабилеты, то он увидит, что календарь — первый день воскресенья, и потом седьмой день суббота. И правда, седьмой день субботний. Для нас это вот по Библии Господь творит семь периодов времени, семь дней ветхозаветных, мир, и шесть дней творит, а на седьмой день почивает от своих трудов. И потом, когда Господь уже в конце, можно сказать, ветхозаветного периода истории, когда уже вот эти все действительно неизмеримые периоды от первого человека Адама, от Ноя и почти до уже Христа заканчиваются, Господь примерно за две тысячи лет до своего воплощения призывает Авраама, и спустя еще примерно пятьсот-семьсот лет призывает пророка Моисея, который дает, собственно, тот самый ветхозаветный закон, который пытались все ветхозаветные люди исполнить, но безуспешно, но который пришел Господь не разорить, как он говорит, а исполнить, и от исполнения которого он освободил нас, дав нам евангельскую благовесть. И одна из этих заповедей, это была заповедь о почтении к субботе, как к Дню Божию, и этот день должен был быть Днем Покоя. Для ветхозаветного человечества, для ветхозаветного народа это, правда, была некоторая проблема, потому что, если мы вспомним, как люди вот жили, или как сейчас тоже, кто работает в зависимости от сезона, да, что вот сезонные некоторые работы, что тоже там есть у меня там друг, он работает в теплоходной компании, и летом у него вообще ни одного выходного нет, а зимой уже, в принципе, и в будний день можно особо не напрягаться. Да, конечно, ты там планируешь что-то. И вот точно так же для человека, который подчинен вот этому календарю тельскохозяйственному, вот если ты урожай, собирать или засеивать, вот тут расслабиться нельзя. Да, чуть-чуть вот после того, как все пассивные работы закончились, а сбор урожая еще не начался, вот тут немножко и можно расслабиться. А Господь говорит, тебя должна не нужда, не выгода тобой властвовать, а все-таки ты должен отталкиваться от интересов Господних. Как мы помним, ветхий завет — это весь период некоторый тренировочный и период пророческий. Если воспринимать вот именно период тренировочный, что человечество тренируется для того, чтобы войти в Царствие Небесное. Именно тренируется, потому что реально это сделать было нельзя. Как мы помним, Господь воскресает, и что мы видим на иконе Воскресения, вводят Адам и Еву и всех остальных ветхозаветных праздников из ада. То есть все и святые цари, и святые пророки попадали в ад. Они не могли наследовать Царствие Небесное. Но, по крайней мере, в Ветхом Завете человечество уже понимало, что к Богу надо прислушиваться, что надо ему время уделять. И мы сейчас, имея Царствие Небесное открытое, им возможность его попасть, его наследовать, тоже туда идем и должны помнить, что где-то нам надо сказать стоп своим земным делам и Богу время посвятить. Да, мы уже, акцент сместился с субботы на воскресенье, с дня седьмого на день восьмой. Тут тоже некоторый парадокс. Первый восьмой день — день будущего века. Воскресенье — это как вот день из Царства Небесного, когда мы прерываем бег своей суеты для того, чтобы порадоваться вместе с Господом его божественному воскресенье. Но, как мы помним, что тоже церковь не отлучает того человека, который тоже по какой-то производственной необходимости, по боевому дежурству взял воскресенье храм, не пришел. Если он, конечно, не то что думает, ой, у меня дежурство, я могу не приходить. Нет, но он выбрался в зависимости от своего графика, плавающего, возможно, и в будний день. Да, конечно, в воскресенье прийти радостнее. Но не у всех есть такая ситуация. Потому что, как Господь говорит, не человек для субботы, а суббота для человека. И все нам должно помогать в спасении, а не мешать. Очень важно избегать некоторого формального подхода. Но все-таки этот стих, он об ожидании, об ожидании ошибки. Очень часто и мы своей любви к людям и нелюбви ожидаем от ближнего ошибки. Мы смотрим на человека, который дорог нам, и мы ожидаем его ошибки, чтобы показать, ой, как я люблю, как тебя заботишь, чтобы тебе что-то исправить. Да, вот как там юноша ухаживает за девушкой, ему охота, ой, там девушка сейчас споткнется, я там под ручку подхвачу, как там замечательно, как ловко будет. Да, там вот или тоже юноша хочет делать приятно, и думает, ой, вот мама юношу не покормила, сейчас я его там каким-то своим домашним кушанием угощу. Тоже вот порой нам очень важно, чтобы рядом с нами кто-то был немощный, чтобы на этом фоне мы могли какое-то свое доброе дело проявить или, увы, в ситуации, когда уже даже не напитано наше сердце любовью. А увы, напитывается оно ненавистью, то наоборот человека подловить. Мы можем даже это свое осуждение в таком случае не высказать. Оно может остаться при нас, но нам уже будет приятно, мы ждем. Нам порой совесть нас обличает, и вот, ой, у меня когда была такая-то ситуация, я так-то согрешил, я так-то сделал. И вот мы видим, что и у нашего ближнего, которого мы любим или которого мы не любим, вот впереди непростая ситуация, и наше сердце загорается. То есть человек еще даже не сделал никакого отступления от заповеди, никакого отступления от каких-то там рабочих корпоративных нормативов, ничего дурного еще не сделал. А грех уже вошел в наше сердце. То есть что получается, как Лукавый, который пребывает вне времени, в отличие от нас, как он нас подловил, вне земного времени, по крайней мере, что еще повода для греха нету, то есть он, можно сказать, мы совершили грех в кредит. То есть Лукавый нам еще никакого греховного удовольствия не дал, а мы уже на грех согласились. Мы уже пришли к осуждению. Осуждение того, что еще не было. И наоборот, даже если человек возьмет и все, вот там берем, угощаем кого-то и думаем, ой, сейчас человек нарушит, пост не нарушит, сейчас что-то не пост не съест, ну или не мы, а кто-то другой там, и потом злорадствуем, ой, а такой он вроде святой, правильно, а вот пост там нарушил. Еще повода нету, а грех уже в сердце прокрался. Для нас очень важно здесь помнить, что нас противник, он не спит, не ест ни дням, ни часам, ни световому дню, ни ночной темноте не подчиняется. Он всегда готов нас искушать и всегда готов нас обмануть. И, в принципе, нам всегда легче не податься на искушение, если мы знаем, что поводов для него нет. Лукавый, если мы вспомним слово «дьяволос», по-гречески, что же значит «дьявол», значит «клеветник», он клевещет на человека. И самое удобное его клевета, это даже не о том, что было, и то, что мы домыслили, от того, что еще не было. Вот этот человек, да, вот с этим человеком в горы идти нельзя, в поход нельзя, потому что вот он раз допустил здесь какую-то шероховатость, вот там будет все сложнее. И мы заранее человека осуждаем. То есть у человека была маленькая вина, она недостаточно, чтобы возбудить ненависть в нашем сердце. Лукавый приходит и говорит «давай, поненавидь его авансом». Вот сейчас там будет суббота, сейчас там будет воскресенье, сейчас будет такая-то ситуация, и ты сможешь его ненавидеть на полную катушку, и человека радостно на полную катушку ненавидит. И в двух ситуациях, в одной, что смотрит его ближний, правда, вот так там как-то согрешил уже чуть сильнее, и радость сердца, получается, ты христианин, а у тебя сердце радуется от чужого греха. Ну, вообще ужасная ситуация. И тут на самом деле уже духовный тупик, потому что если человек, наоборот, поступает все справедливо, то ты еще больше негодуешь, потому что ты понимаешь, что ты ненавидел его, несправедливый, и тебе не хватает сил покаяться. Что же нам сделать, чтобы этой ситуации избежать? Именно, правда, наблюдение за Христом. Если мы посмотрим, люди готовятся к греху, вот эти фарисеи и иудеи, чтобы подловить Христа. Будет ли он исцеление в субботу проводить? Они наблюдают за ним, но они ждут греха, они ждут ошибки. Точно и так же мы должны наблюдать за Христом, наблюдать за его евангельскими словами, соизмерять с ними свою жизнь. Ну и, конечно, видеть в ближнем образ Христа. Если мы наблюдаем за человеком и знаем, что он может ошибиться, но если мы тоже знаем, что может ошибиться кто-то наш близкий человек, который несет блюдо с какими-то кушаньями, мы не будем ждать или леску натягивать, или пол мокрый ждать, он сейчас подскользнется, разобьет все и злорадствует. Нет, а мы наоборот скажем, ой, давай вместе этот поднос перенесем, ой, давай я тебе помогу. Ребенок там начинает как-то кататься на роликах на велосипеде, тоже его подстраховываем. То есть мы знаем, что может быть ошибка, но все равно поддерживаем, потому что в нашем сердце есть любовь. Либо любовь к делу абстрактному, что вот надо этот поднос донести, либо любовь к конкретному человеку. И здесь для нас тоже очень важно, если мы смотрим на человека, понимаем, да, он может какое-то правило нарушить. И стараемся его удержать, поддержать, подстраховать. Не лезем заранее, не думаем, что он нарушит, а на всякий случай рядом, чтобы исправить, подхватить. И даже если в нашем исправлении или в нашем наблюдении, увы, мы приходим к печальному результату, наше сердце не радуется, а скорбит о нашем брате, который сделал некоторую ошибку. А иногда достаточно даже и не скорбить, а иногда действительно достаточно подумать. Это пустяк. Главное, чтобы я этого не повторял. А Господь, Он любящий Отец, Он и этого человека простит. Если мы так будем поступать по любви, то наше сердце потихонечку, как вот преодоление аллергии, научится не реагировать. Не реагировать уж если хотя бы не на сделанные грехи человека, то на ожидаемые. И уже, по крайней мере, количество искушений в нашей жизни уменьшится. Потому что, да, очень тяжело подставить вторую щеку, когда тебя берут и бьют по первой. Но все-таки научиться подставлять вторую щеку, когда тебя еще по первой не ударили, значительно проще. А для этого надо не поддаваться и на уловки лукавого не пытаться забежать в будущее, а оставаться здесь в настоящем моменте со Христом. Потому что Господь любит и нас, и наших ближних, именно здесь и сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok